Вы смотрите канал Евгения Бажанова «Диалог цивилизаций». Мусульманское возвышение при монголах. Места в Китае с мусульманским колоритом. Адмирал Джаньхэ – величайший мусульманин в истории Поднебесной. Хуэйцы – что за народ и какие особенности автономного района Синьцзяна. Смотрите в беседе «Ислам в Поднебесной». Добрый вечер. Я начинаю очередную беседу на китайскую тему. На этот раз хочу поговорить о исламе в Китае. Это тоже одна из основных религий в Китайской Народной Республике, ну и вообще традиционно в Китае. Мы когда работали с супругой в КНР, в Пекине, как-то решили пойти посмотреть на мусульманский квартал Пекина. Он довольно большой. Он сосредоточен вокруг так называемой коровьей улицы. Пришли туда, там действительно все выглядит так, как будто вы попали в какой-то чисто мусульманский город. Одежда людей, и заведения, и арабская вязь везде, рестораны чистой пищи мусульманской. Вот мы в один из этих ресторанов зашли, тут же подскочил к нам хозяин. Это был 1983 год, отношения между СССР и КНР еще были очень сложные. Но вот этот мусульманин, хозяин Харчемни, узнав, что мы из СССР, очень обрадовался, сказал, между мусульманами Китая и СССР никаких проблем вообще не существует. Мы друзья и братья. Ну и стал нам рассказывать, как у него бизнес идет, что вот люди здесь следуют определенным правилам в пище, поэтому приходит в такой ресторан, как вот он держит. Ну мы спросили, а вот там Рамадан, когда пост как бизнес страдает, он говорит, нет, не страдает, потому что все равно много желающих. Дело в том, что у нас здесь, так сказать, довольно мягкие правила. Если женщина беременна, если она с малым ребенком, если кто-то себя плохо чувствует, то может Рамадан не соблюдать. Более того, если человек не хочет или не может соблюдать Рамадан, он может дать деньги нашему муле, в Китае Ахун называется, и пожертвования мечети. И тогда его освободят от Рамадана, так что не страдают. Ну в общем, вот он нам рассказывал о своих делах, потом говорит, давайте я вас к Ахуну поведу нашему, к самому главному человеку, имаму в этом районе, район большой, исламский, мусульманский в Пекине. Привели к нему, тот тоже сказал, что принял очень хорошо, сказал, что мы очень дружим с советскими мусульманами, проблем между нами нет. Рассказал, что он самый главный начальник в этом районе, он за все отвечает, и за религию, и за похороны, и за свадьбы, и за то, чтобы Рамадан люди все-таки соблюдали. Ну и за все остальное, отвечает за людей перед коммунистической партией, перед руководством города. Насчет такой вот большой начальники. И такие, говорит, вот районы мусульманские, они везде в Китае есть, и везде Ахун руководит. Это такая традиция. Вот так мы впервые начали знакомиться с исламом в Китае. А попал ислам в Китай давно, еще в Таннскую эпоху. Это 7-9 века нашей эры. Приезжали в то время Китай, это Таннская эпоха, Китай очень активно торговал по великому шелковому пути, и наземному, и морскому, с Центральной Азией, с Средним, Ближним Востоком, со странами Средиземного моря. И прибывало много торговцев. Среди них мусульмане, персы, арабы, ну и другие. Некоторые надолго задерживались в Китае, некоторые вообще навсегда селились и жили там. Вот так ислам появился там. Но кроме них еще воины появлялись. Дело в том, что Таннские императоры любили нанимать арабов воевать в Таннской армии, подавлять восстания, воевать там с соседями. И воины надолго поселялись в Китае, иногда навсегда. Эта традиция продолжилась при Сунской династии, следующей династии, которая руководила всем Китаем. И вот эти торговцы особенно стали селиться во всех приморских городах. С юга прибывали, через океан, моря. Селились там, создавали целые кварталы, большие кварталы. И жили там не то что постоянно, а вообще из поколения в поколение. Ну а потом монголы начали наседать на Китай, стремясь его завоевать. И они нанимали в больших количествах мусульман воевать против Сунской империи. Вот то, о которой я только что сказал. Это тоже апелли арабы, и персы, и тюрки, и народы, населяющие Центральную Азию, разные, и тюркские, и персидские, и все другие. И монголы, когда пришли к власти в Китае, они в конце концов его завоевали. Это 13-14 века. И они создали такие постоянные воинские поселения мусульман. Когда была война, они воевали. Когда войны не было, они занимались скотоводством. И мусульмане при монголах очень возвысились. Дело в том, что некоторые монгольские императоры, правящие Китаем, они еще даже приняли ислам, по крайней мере, очень ему сочувствовали, очень его уважали. Вообще они веротерпимыми были людьми. Ну и некоторые из мусульман очень высоко продвинулись в своих должностях при императорском дворе. И некоторые добились выдающихся достижений. Их до сих пор помнят в Китае, да и во всем мире. Вот приведу пример. Есть такой город Чуанчжоу в Китае. Это на берегу океана. В провинции Фуцзянь, недалеко от... Напротив Тайвань находится. Тайваньский пролив. Ну вот мы посетили как-то этот город. Он просто поразил нас. Такое ощущение, что опять попали весь город. Как будто на какой-то там город на Среднем или Ближнем Востоке. Такой мусульманский колорит в архитектуре, в одежде людей, в памятниках старины, рестораны соответствующие, опять же, мусульманские. Ну и город этот еще славится тем, что оттуда направлялся в свои путешествия адмирал Джанхе. Кто такой адмирал Джанхе? В начале 15 века он был мусульманин из провинции Юннань, попал во двор китайского императора, быстро там продвинулся, стал евнухом. Ну его назначили адмиралом и император Джуди, это император Минской династии, поручил ему завоевать 10 тысяч стран, подчинить китайскому императорскому двору, сыну неба. И вот на протяжении 1-3 15 века Джанхе совершил 7 морских экспедиций в страны Юго-Восточной Азии, Южной Азии, Ближнего Востока, до Африки доплывал и, говорят, даже якобы побывал в Америке задолго до Колумба и других европейцев. Но это не доказано. А вот в этих странах он, безусловно, побывал. Не столько он завоевывал, сколько занимался торговлей, отдавал китайские интересные товары, шелк, фарфор, чай. Получал многие экзотические для Китая вещи в ответ. Ну, иногда встревал во внутренний распри, пытался что-то завоевать. И некоторые страны, некоторые правители согласились быть подданными китайского императора и платить ему дань. Некоторые надолго сохранили традиции, другие быстро от этого отошли. Но, тем не менее, это все было. Флот был мощнейшим у Джанхе. У него было более 200 судов. Главный, на котором он находился, он был длиной около двух футбольных полей. И всего в его экспедициях участвовало, в каждой из их семи экспедиций, около 30 тысяч человек. Ну, и потом, когда умер император, который его послал, Джуди, Китай резко изменил свою политику, решил закрыться. Дело в том, что еще при Джуди было очень много недовольных в китайской элите. Зачем деньги такие бешеные тратить на эти экспедиции, на создание флота, никому это не надо, надо, мол, закрываться. И как только Джуди умер, Китай изменил свою политику и не просто прекратил эти экспедиции, а забыли о Джанхе, лишился всех должностей. И более того, вся документация, которая была связана с его экспедициями, богатейшая история, география, все науки. То, что удавалось китайцам во время этой экспедиции узнать в разных странах. Были ведь такие страны, как Индия, с богатейшими традициями. Но все это было уничтожено или утеряно, изменилась политика. Какое-то время Джанхе перестал быть героем, а потом опять стал героем. И сейчас он считается одним из величайших людей в истории Китая. И не только китайцами так он рассматривается. Вот в 1990 году американский журнал Life опубликовал список 100 личностей, которые оказали самое большое влияние на развитие человечества во втором тысячелетии нашей эры. Там 100 человек. Из них только 4 китайца. Из этих 4 один Джанхе. Кроме того, там Мао Цзэдун. А там Цао Сюэ Цинь. Это человек, который написал величайшее произведение китайской мировой литературы «Сон в красном тереме». Он написал 80 глав из 120, потом 40 было дописано. Жил он в 18 веке. И такой Джуси, который жил в 12 веке и считается основателем неоконфуцианства. Когда он конфуцианство привел полностью в порядок, придал стройность этой идеологии. Она действительно легла в основу всей жизни в Китае и стала распространяться и на Японию. По большому счету она и до этого уже присутствовала и на Корее, и на другие соседние государства. Вот такой мусульманин Джанхе. Можно другие примеры приводить, какую большую роль мусульмане играли в Китае. Большое значительное усиление мусульманского влияния на жизнь Китая произошло при монголах, при монгольской династии. Вот, кстати, эти монголы, которые в свое время руководили Китаем. Так вот, что касается Джанхе, то он уже при минах, при следующей китайской династии совершал эти путешествия. И, как я уже сказал, император Джуди во главе этого стоял, этой линии на завоевание. И вот китайцы говорят, что если бы эта линия была продолжена, то не было бы никакого западного колониализма. Тогда Запад еще и, что называется, рот боялся открыть, чтобы выступать, скажем, против Китая. У Запада еще ничего не было. У Китая уже был такой мощнейший флот, такая мощнейшая цивилизация. Китай мог завоевать мир. Если бы он завоевал мир, было бы хорошо, потому что он бы распространял конфуцианство, эту идеологию терпимости, и все бы, так сказать, дружили друг с другом и мирно жили. Но Китай не пошел по этому пути. И вот это было, повторяю, начало 15 века. В конце 15 века, как известно, европейцы занялись завоеваниями по всему миру. И вот наступила эпоха колониализма, и настрадался весь мир из-за этого. В том числе и Китай. Это вот некоторые китайские ученые об этом говорят. Ну и на Западе находятся те люди, которые, в общем, согласны, что Китай имел шанс стать таким гегемоном в мире еще в начале 15 века, но решил этим шансом не пользоваться. Так что это вот уже Минская династия. Ну а потом пришли к власти цины, и мусульмане продолжали играть значительную роль. Они расселены, повторяю, везде в Китае, и в прибрежных городах, и во внутренних провинциях, и особенно на северо-западе, откуда движение мусульман такое более массовое началось. Плюс торговцы приезжали вот через порт и селились там. Так что они из везде. И в процессе проживания в Китае, вот эти люди, которые приезжали, оставались там, жили там из поколения в поколение, они образовали отдельную этническую группу. По-китайски это хуэй, хуэйдзи. Это, или хуэйдзу. Это, что это такое? Это вот результат смешения. Персы, арабы, тюрки, народы Центральной Азии, тюркские и персидские. Это китайцы, которые приняли ислам. Это другие нацменьшинства, проживающие в Китае. И в итоге уже при минах вот это хуэйдзу уже сложилось. Они продолжают жить. Они говорят на китайском языке, пользуются китайской письменностью, но соблюдают мусульманские традиции. Хотя, конечно, очень большое влияние на них оказала китайская цивилизация, продолжает оказывать. Это касается, если вы посмотрите на архитектуру всех мечетей, вы увидите, что они очень похожи на китайские буддийские, там, даосские храмы. Те же элементы в архитектурном ансамбле. Мусульмане почитают Конфуция. Некоторые даже говорят, что Мохаммед был учеником Конфуция. Они почитают предков, как это принято в Китае. И с уважением относятся к буддийским божествам, к даосским. То есть, вот такая вот терпимость присутствует. И сколько всего мусульман в Китае? В Китае мусульман, нельзя сказать, что это очень точные подсчеты, но, скажем, где-то 25 миллионов. Из них значительная часть живет в Синьцзяне. О Синьцзяне мы должны отдельно поговорить. Перед тем, как я перейду к Синьцзяну, скажу, что в целом считается, что исламу следует в Китае 10 национальных групп, 10 нацменьшинств. Вот среди них я уже Хуэй Цзу упомянул. Это и казахи, и киргизы, и уйгуры, и некоторые народы, живущие на юге Китая. В общем, всего 10. Вот их, когда говорят, сколько мусульман в Китае, трудно подсчитать. Поэтому берут количество людей, состоящих в этих этнических группах. Вот их примерно 25 миллионов. Ну, и исходит из того, что они почти все мусульмане, все верующие. Ну, что касается Синьцзяна, то здесь, конечно, нельзя сказать, что картина очень благостная. Синьцзян сравнительно недавно присоединился к Китаю. И уже в 19 веке там были восстания антикитайские. Эти нацменьшинства выставали из-за того, что им, как они говорили, не дают в школы свои открывать, не дают как следует следовать своим правилам, которые существуют в исламе, как следует погружаться в свою религию, притесняют как национальные меньшинства. В общем, бывали эти восстания, и так они к жестокой борьбе приводили между центральными властями и этими нацменьшинствами. Но эта проблема сохраняется. Более того, она в последнее время усилилась. Ну, какие причины? Я думаю, одна из причин, во-первых, потому что там люди все-таки похуже живут, чем во многих других районах Китая с точки зрения уровня жизни. Это, во-первых. Во-вторых, вот опять претензии, что не хватает простора для развития религиозных традиций, религиозных правил. В Китае ведь, как я уже не раз говорил, это известная страна коммунистическая, власти Компартия, которая в целом не приветствует религию. Во времена культурной революции религиозные деятели всех религий преследовались, и все, кто увлекался религией, сейчас, конечно, это гораздо лучше, помягче, погибче, но, тем не менее, эта религия, это не то, что, так сказать, вверху находится общественного сознания и политики властей. Значит, вот это второе. Третье, это то, что люди, живущие в Синьцзяне, многие из них, они родственны тем народам, которые живут в Центральной Азии. В Центральной Азии там уже независимые государства, это, так сказать, вот стимулирует такие настроения, что вот там наши братья имеют независимость, а мы вот должны находиться под кем-то, это действует. Ну и, конечно, исламский экстремизм, который бушует, мы с вами знаем, во всем мире, все эти запрещенные в России, да и не только в России, экстремистские организации, которые воюют и в Сирии, и в Афганистане, и в других районах, и все это сказывается и на Синьцзяне, тем более, что они туда пытаются проникать и проникают. И плюс еще фактор Запада, которому, так сказать, нравится немножко дразнить, подзуживать Китай, ну, во-первых, это политика правительства западных, особенно, если взять американцев, Китай сейчас соперник, ну и в борьбе с соперником любые методы хороши. Ну и плюс различные общественные организации, в том числе религиозные, в том числе, в первую очередь, исламские, которые существуют на Западе, они тоже пытаются внедриться в Синьцзяне и масло в огонь подливают. Так что ситуация там напряженная, идет такая массированная критика китайских властей, что они якобы третируют мусульман, живущих там. Китайские власти объясняют, что этого нет, и что синьцзянцы сейчас живут 10 раз лучше, чем они жили раньше, и свобод у них 10 раз больше, и стремятся китайские власти действовать методами и кнута, и пряника. Я не пытаюсь становиться в роль арбитра и говорить, кто прав, кто виноват, просто констатирую, что вот эта часть мусульманской проблемы в Китае, она довольно остро стоит. Это в том, что касается Синьцзяна. Ну, на юге тоже возникают некоторые шероховатости, но в целом вот ислам присутствует в Китае, он один из, в одной из основных религиозных течений там, и присутствует уже веками, и никуда Китай не уйдет. Спасибо за внимание. Синьцзяна. 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 Синьцзя. 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 ПЕСНЯ. Синьцзя. Мы расстаемся, чтоб встретиться вновь, Ведь остается навеки любовь. Кружится первый осенний листок, Кружится в памяти старый вальсок. Юности наши, юности наши вальсок. Волосы ветром сдувает солба, Музыка эта, как наша судьба. Снегом слегка обжигает весок, Кружится в сердце тот старый вальсок. Сердце тот старый, Сердце тот старый вальсок. Слышишь, тревожные дуют ветра, Нам расставаться настала пора. Кружится, кружится пестрый лесок, Кружится, кружится старый вальсок. Старый забытый, старый забытый вальсок. Снегом слегка обжигает весок. Снегом слегка обжигает весок. Санкт-Петербурdo обжигает весок. Сердце я вальсок и назвал тет renewed engineers looks. Субтитры создавал DimaTorzok